Школа сегодня у нас, друзья, называется Про Facebook мы немножко поговорим Мы поговорим, как наш Сейчас мощный инструмент Как Shopping Mall Использовать для рекламы В такой мощной социальной сети Международной И как с помощью этого Всего мы сможем зарабатывать деньги Есть несколько вопросов Которые я хотел бы сегодня озвучить Во-первых, немножко Перед самим тренингом С самой школой Некоторые вопросы разъяснить Многие сейчас оплатили Уже за Shopping Mall 19.95 Это будет ежемесячная оплата Пока она не выставилась у нас в кошельках Как подписка Но я уверен, компания эту ситуацию Изменит То есть у нас появятся подписки И это будет ежемесячно происходить Пока после оплаты За Shopping Mall Мы не видим активации В наших действующих бэк-офисах Я постарался уточнить этот момент Со своим спонсором И получил такой ответ Что, друзья, действительно В Global One достаточно выбрать Какой-нибудь проект Который нам по душе И быть активным в этом проекте То есть в компании Global One Несколько направлений Мы их называем проектами Сейчас это Elements of Wealth Второй проект Это у нас Shopping Mall И так далее Будут следующие проекты запускаться И вот наша задача Хотя бы один выбрать И быть в нем активным Shopping Mall 19.95 долларов в месяц То есть почти 20 долларов в месяц Это активно для Shopping Mall И мы его получаем в свое распоряжение Можем его рекламировать И зарабатывать на этом деньги То есть Это нормально Если мы сейчас оплатили Только за Shopping Mall И соответственно Мы сейчас активны Кто оплатил за Shopping Mall В системе мы считаемся активны Просто, видимо Более детально Мы это увидим уже При запуске нового бэк-офиса Вот Поэтому не стоит переживать Все нормально Мы все правильно делаем Если мы только один из проектов Выбираем для себя Окей Значит, что Хотелось бы еще немножко сказать Сейчас я попробую запустить экран И вы мне дадите знать Видно ли у вас будет изображение Сейчас пару минут Она запустится Итак Вот сейчас должно появиться изображение Друзья Я хотел бы сейчас показать По поводу Того Как здесь строить Свою карьеру В данном бизнесе Как можно расти в Global One Я вижу, что плюсики есть Значит, изображение появилось Замечательно Напомню Что вы можете Расширить изображение Нажав В правом верхнем уголку Кнопочку Maximize Отлично Я хотел бы сейчас Я хотел бы сейчас вам показать Компенсационный план наш Некоторые особенности Что будет нам позволять Двигаться дальше Подробного сегодня Рассмотрения Плана вознаграждения Мы не будем делать Но я хотел бы на одном Моменте Заострить ваше внимание Так, вот он Этот момент Значит, это По поводу Начисления поинтов За нашу активность У нас есть Три вида Направлений Откуда мы будем Набирать поинты Напомню Что у нас Один из Маркетинг планов Он называется Shared Bonus Одно из Видов вознаграждений Это Поинты То есть Мы Набирать будем Поинты Мы будем Видеть Сколько у нас Баланс поинтов Этих И компания Будет рассчитывать В каком соотношении Они будут Конвертироваться В наши доходы В наши бонусы Которые мы будем Получать на нашей кошельке Итак У нас есть Ежемесячная Наша активность Допустим Если мы оплачиваем Активность За Shopping Mall 19.95 долларов То За нашу Эту проплату Мы получим Друзья В данном случае Когда мы лично Свою подписку Оплачиваем То 1 доллар Равен 2 поинтам То есть Если мы заплатили 20 долларов Соответственно На наш баланс Пришло 40 поинтов То есть В 2 раза На 2 умножилось 40 поинтов Пришло на наш счет И эти поинты Друзья Уже Принесут Какой-то доход Когда В наших структурах Происходят Оплаты Ежемесячных Активностей То 1 доллар В данном случае Приносит 1 поинт То есть К примеру Если у вас В группе Активный партнер Есть И он Тоже себя Приобрел К примеру Shopping Mall То вы За его активность Получите 20 поинтов То есть Он 20 долларов Оплатил А вы За его активность 20 поинтов И самые И самые Большие Как бы Дает Размер Поинтов Это Когда мы Начинаем Уже Рекламировать Наш Shopping Mall Когда мы Сами Что-то Уже Можем Покупать В Shopping Mall И вот Здесь Друзья За 1 Потраченный Доллар В тех Магазинах Которые У нас Есть И Shopping Mall И Travel В скором Будущем И Elements Of Wealth Если Клиенты Покупатели Обычные Покупатели Не мы Как бизнес Партнеры А клиенты В принципе Мы же Являемся И клиентами То есть Когда мы Покупаем Что-то На сайтах Компании То в данном Случа 1 доллар Приносит 5 поинтов Друзья Поняли ли вы Эту Ситуацию Так вот Я вижу тут Вопросы Пока Друзья На вопросы Я их не вижу Просто После Нашей школы Мы сможем Вернуться К нашим вопросам Значит Понятно ли Друзья С начислением Вот этих Вот поинтов Если нет То давайте Сейчас уточним Это очень важный момент От этого Будем отталкиваться И дальше Рассматривать То есть За что Мы получаем Поинты Пожалуйста Дайте обратную связь Как вы поняли Да Понятно Отлично Мы проплатили Значит На 2 умножается В нашей структуре Наши партнеры Проплатили На 1 умножается А если у нас Покупки в магазинах Происходят То умножается Все на 5 Отлично Хорошо И вот По третьему Маркетинг плану У нас будет Вот именно По количеству Набранных поинтов Соответственно Будет рассчитываться Допустим Компания Получила За 3 дня Доход Какой-то И Смотрит Сколько за эти 3 дня Было Поинтов Наработано В целом По компании Компания Рассчитывает Стоимость 1 поинта И потом Умножает На количество Поинтов Сколько У каждого Есть У кого-то Там допустим 10 тысяч Поинтов И 1 поинт Допустим Будет стоить 10 центов К примеру То значит 10 тысяч Умножается На 10 центов И Вот Раз в 3 дня Будет происходить Нам Начисление Это здорово Что по всем 3 маркетингам Даже 4 маркетингам Раз в 3 дня Мы видим доходы Окей И мы сейчас Друзья Плавно В компании Global One Перешли От Стадии Запуска До стадии Наращивания То есть Сейчас мы Наращиваем Мышечную массу Так сказать И Нам Очень важно Теперь Делать Объемы В наших Группах То есть Теперь Мы не просто Будем платить Деньги В компанию И С этих День Будет Доход Сейчас Основной Акцент Компания Хочет Сделать На то Чтобы Мы Начали Делать Обороты В магазинах И Соответственно Поощряет Эти 5 поинтов За каждую Покупку То есть Более Быстрыми Темпами Можно набрать Поинты Благодаря Покупкам Окей Что бы Еще Хотелось Обратить Ваше Внимание Это По поводу Матчинг Бонусов Значит Матчинг Бонусы Я напомню Это Когда мы Имеем Возможность Получать 20% От Доходов Наших Партнеров Со всех Маркетинг Планов До Пятого Поколения То есть Чем Больше У нас Будет Партнеров Бизнес Партнеров Активных На 5 Поколениях Тем Больше Матчинг Бонус К вам Будет Приходить Матчинг Бонус Тоже Рассчитывается Раз в 3 Дня То есть Допустим У вас Есть Один Бизнес Партнер Он Раз в 3 Дня Заработал 5 Долларов И Вот 20% От Его 5 Долларов От Его Заработка 1 Доллар То есть Он Передет Раз таких Бизнес Партнеров Будет Десятки Сотни Или Тысяч На 5 Поколениях То можете Представить Какие Доходы Только По Матчинг Бонус Поэтому Я хочу Обратить Внимание Именно На этот Момент Я Вижу По Статистике Что Матчинг Бонус Дают Порой В 10 Раз Больше Дохода Чем Просто От Маркетинг Планов И Еще Хотелось Б сказать Что Мы Пока Еще Не Получаем По Одному Маркетинг Плану Это Как Раз Шер Бонус Где Поинты Мы Пока Эти Поинты Начисления Не Видим Как Будем Видеть Так Значит Мы Будем По Нему Получать То Есть Поэтапно Мы Компания Решила Открыть Компанию Запустить Компанию Окей Значит Что Нужно Сделать Чтобы Получать Полностью Все Матчинг Бонус Как Я Уже Сказал Это Практически Самый Самый Доходный Вид Бонусов Есть Простое Правило То есть Здесь Есть Такая Табличка По Которому Идет Расчет То Ли Будем 10% Получать Матчинг Бонусов То Ли 20 Я Думаю Что Цифра 20 Лучше Чем 10 Поэтому Давайте Ориентироваться На 20 Как Сделать Так Чтобы Получать 20% Матчинг Бонусов С 5 Поколений Созданной Структуры Давайте Привязываться Теперь Друзья Тут Есть Такое Понятие Как Customer Sales То есть Покупки В магазинах Или Продажи Покупателям Продажи Клиентам Если У нас Допустим Структура Только Развивается И на Первом Поколении Только Есть Партнеры То есть Лично Приглашенные То Вы Соответственно Можете Получать Матчинг Бонус Первого Поколения Для Этого Достаточно Друзья Набрать 100 Пойнтов Вот Это Покупок То есть Что такое 100 Пойнтов Это Значит На 20 Долларов Чтобы В вашем Магазине В любом В шаппинг Моле В этом Самом В тревел В путешествиях В будущем Да Неважно В каком Какой Продукт Будет Куплен Либо Продан То есть Если Мы На 20 Долларов Делаем Покупку Значит Мы С Первого Поколения 20 Процентов Получаем Если У нас Допустим Есть Два Поколения Уже То есть Мы Пригласили Допустим 10 Человек И наши 10 Еще По 10 Пригласили У нас На Втором Поколении 100 Человек То Чтобы Получать Уже От 100 Партнеров Ваших 20 Процентов Нам Нужно Набрать 200 Пойнтов Это Кастомер Опять же Покупательский Покупок Значит Нам Надо Просто Сделать На 40 Долларов Продажи Либо Покупки То есть Мы Можем Что-то Себе Купить На 40 Долларов То Что Нам Нравится Там Допустим Шопинг Моле Подобрать Что-то И Вы Квалифицируетесь На 20 Процентов Матчин Бонуса Уже С Двух Поколений И так Далее То есть Чтобы Получать Со Всех Пяти Поколений Нужно Создать 500 Пойнтов Оборот То есть На 100 Долларов В своем Личном Магазине Сделать Оборот То есть Либо Самостоятельно Что-либо Приобрести Либо Рекламировать Наш Магазин Ссылку И нарабатывать Клиентов Покупателей Чтобы Объем Это делался За счет Покупок Уже Ваших Клиентов Вот То есть Вот такой Бизнес Друзья Очень Интересный Кстати И Компания Сейчас Сместила Как бы Объем Чтобы Мы Делали Объемы Далеко Как говорится Не проедешь Нужны Покупки Клиентов Это нормально Да То есть Если бы Мы Каждый Из нас Открыли Свой Магазин То мы Хотели Бы Как можно Больше Покупателей Правильно Соответственно Здесь То же самое Еще раз Повторюсь Так Быстренько Бегло То есть Нужно Делать Либо 20 Долларов Покупок В магазинах Это Даст нам Возможность Первого Поколения Либо 40 Долларов Это Даст нам Получать 20% Матчин Бонус Уже С двух Поколений 60 Долларов Это Даст Возможность С трех Поколений Получать 80 С четырех И 100 Долларов Покупок Или продаж Даст Возможность С пяти Поколений Вот таким Образом Друзья Можно Это делать И Как раз Сегодняшнем Нашей школе Мы Как раз Посмотрим Как можно Рекламировать Наш Собственный Интернет Магазин Шоппинг Мол Чтобы Уже Нарабатывать Клиентов Чтобы Мы Уже Эти Объемы Получали И получали Как можно Больше С маркетинг Планов Окей Надеюсь Этот момент Тоже Будет Понятен Теперь Давайте Перейдем Непосредственно К нашей Теме Сегодняшней Тему Я решил Затронуть Фейсбук Почему Потому что Это Наибольшая Социальная Сеть В мире Есть Еще Китайская Социальная Сеть Но Мы Пока Китайцев Не будем Привлекать Значит Наша Задача Это Найти Сейчас Самое Интересное Где мы Более Быстрыми Темпами Сможем Наработать Клиентов И покупателей Это Конечно Западные Страны То есть Англоязычные Там Где Уже Привита Культура Делать Покупки Онлайн Где Практически Уже Около 70% Людей Покупают Уже Онлайн Даже Продукты Питания Порой Уже Люди Привыкли В этом Самом В интернет Магазинах Делать То есть Чтобы Сделать Более Быстрый Скачок Нужно Прорекламировать Желательно Прорекламировать Там Соответственно Facebook Он зародился В Америке Очень много Там Англоязычного Англоязычной Публики Поэтому Нам нужно Просто Научиться Доносить До этой Англоязычной Публики Мы И до Русскоязычной Будем Доносить Но Мы Сейчас Постараемся Сделать Там Те Магазины Которые Представлены В шоппинг Моле Они Уже Есть И действуют Уже Много Лет В Америке И в других Странах Англоязычных На них Уже Люди Покупают Продукции Которые Они Привыкли Покупать И Соответственно Наш Шоппинг Мол Поможет Всем Этим Покупателям Экономить То есть Если Мы Дадим Такую Информацию Что Благодаря Шоппинг Молу Эти люди Могут Теперь Экономить До 40% И получать Кэшбэк То Какая-то Часть Людей Будут Покупать Все В тех Жем Магазинов Которых Они Покупали Только Через Шоппинг Мол Потому что Это Выгодно То есть Какой-то Процент Скидки Уже Люди Получат Соответственно Давайте Посмотрим Как это Можно Сделать Первое С чего Я хотел Начать Это С Создание Собственной Странички На фейсбуке Друзья У кого Есть Уже Страничка На фейсбуке То есть Личная Ваша Где Ваши Данные Имя Фамилия Как у Нас В социальных Сетях Профиль Заполняется У кого Есть Фейсбуке Уже Значит Ага Вот я Вижу первые Плюсики Вопрос Есть ли Система Поиска В проекте Компания Константин Нам даст Готовые Инструменты По продвижению Мы Их Получим В скором Времени Я думаю Поэтому Мы их Тоже Изучим Будем Применять Систему Поиска Вот Поэтому Или вы Имейте Ввиду На этом Самом Окей Давайте Пока На вопросы Я не буду Отвечать Окей Я вижу Плюсики Есть Значит Все Знают Что Такой Фейсбук Это Очень Интересный И мощный Инструмент Итак Я предлагаю Создать Такую Страничку Это По сути Вы Создадите Собственный Сайт Эта Страничка Очень Хорошо Индексируется В поисковых Системах То есть Соответственно Вас Вашу Страничку Могут Находить Не только В самом Фейсбуке Но и Через Поисковые Системы Что Нужно Сделать Друзья Обычно Когда мы Заходим На свой Фейсбук Мы заходим Вот На такую Страничку Где у нас Происходит Здесь Какая-то Лента Новостей Все Те Кто У вас Есть В друзьях Вы Можете Видеть То Что Они Здесь Пишут Вот А соответственно У вас Есть Собственная Страничка Это Там Где Вы Можете Писать Соответственно Вы Все Это Знаете И Наверняка Вы Вот На нашей Страничке Наверняка Где-то Нажимали На такую Кнопочку Мне Нравится Там Или Что-то В этом Роде И Вот На ваших Личных Страничках Вот Где Ваша Фотография Ваша Обложка Высвечивается То Здесь Есть Такой Блок Нравится То есть Там Где Вы Поставили Свой Лайк И Допустим Вот Я Поставил Мне Нравится Давайте Посмотрим Показать Все Кто Мне Нравится Значит Давайте Допустим Я хочу Найти Наш Global One За 2012 Год Значит Global One Global One Companies Сейчас Я найду Ее Секундочку Вот Она Гоу Значит Global One Companies Вот Наша Нашей Компании Global One Официальная Страничка В Фейсбуке Она тоже Создала Себе Такую Страничку Вот И Уже 11 440 Людей Нажали Мне Нравится Зачем Я вам Это Показываю Друзья Вот Когда Вы Переходите На Страничку На Которую Однажды Нажали Мне Нравится В правом Верхнем Углу Я надеюсь Вам Сейчас Хорошо Видно В правом Верхнем Углу Есть Кнопочка Создать Страницу То есть Вы Можете Собственную Страницу Создать И Вот Если Нажать На Эту Сейчас Кнопочку Создать Страницу Вы Перейдете В раздел Где Можно Создать Такую Же То есть По сути Создать Свой Собственный Сайт По Теме Вот Именно Shopping Mall Здесь Нам Предлагается Выбрать Категорию Что Мы Что Мы Хотим Создать Ну Давайте Мы Здесь Выберем Бренд Или Продукт То есть По сути Мы Мы Продвигаем Бренд Global One И Продукт Мы Это Выбираем Значит Здесь Мы Выбираем Категорию Можете Выбрать Что Угодно Допустим Если Вы Хотите Вид Там Тут Есть Витамины Добавки Игры Что Есть Еще Компьютеры Все То Что Есть В Шоппинг Мол Вы Можете Выбрать Что Одно Если Вы Хотите Какое Конкретное Направление А Можете Выбрать Вот Здесь Есть Так Если Я Сейчас Найду Эту Так Ладно Я Долго Искать Не Буду Пусть Будет Это Здоровье И Салоны Красоты Пусть Будет Так Дальше Мы Ставим Галочку Мы Принимаем Условия Создания Страниц Facebook И Соответственно Идем В начало Работы А Здесь Еще Просит Название Страницы Давайте Назовем Это Место Выгодных Покупок Допустим Вы Как Хотите Назовите Igo Shopping Мол Я Тоже Назвал Это Shopping Мол То есть Мы Нажимаем Начало Работы Вот Такую Страничку Кстати Можно Сделать За Минут Десять То есть Чтобы Сильно Не Напрягаться Можно Минут За Десять Это Все Сделать И В Принципе У вас Будет Сайт Который Вы Можете Как В Фейсбуке Рекламировать Так И Продвигать Поисковой Системе Я Покажу Как Это Лучше Сделать Окей Значит Здесь Можно Загрузить Картинку Мы Это Сейчас Немножко Больше Дальше Сделаем Заполнить Информацию Здесь Допустим Описание Какое-то То есть Нужно Коротенькое Описание В котором Будет Показано Основные Как Б Сейчас Вот Я возьму Свою Страничку Как Я Написал Сейчас Как Образец Для Себя А Вы Уже Сделайте Для Себя Так Сейчас Я Посмотрю Подробнее Описание Что Я Здесь Написал Чтобы Долго Не Думать Значит Вот Описание Я Сделал Igo Shopping Mall Это Интернет Площадка Для Покупок Шоппинга Здесь Каждый Сможет Найти Подходящий Продукт И так Далее Допустим Вот Такое Описание Значит Мы Сюда Это Пишем Прописываем Здесь Мы Пишем Веб Сайт То Веб Сайт Это Друзья Ваша Реферальная Ссылка На Регистрацию В Shopping Mall То Есть Что Такое Реферальная Ссылка Это Вот Она Такого Формата Join.igoshoppingmall.com Потом Slash Go Slash И В конце Ваш Логин В системе Global One Значит Мы Сюда Эту Ссылку Реферальную На Ваш Shopping Mall Добавляем И Нажимаем Сохранить Информацию Так Ну И Здесь Гугл Фейсбук Предлагает Сразу Дать Рекламу В Фейсбуке Платную Имеется Ввиду Все Друзья Я вас Поздравляю Вы Создали Вашу Страничку Представляете Как Просто Два Шага Чтобы Создать Собственный Сайт Ну Здесь Подсказка Мне Нравится Надо Нажать Потом Они Здесь Подсказывают Что Нужно Постоянно Публиковать Последние Новости Что Происходит Либо Какие Акции Можно Находить В нашем Шопинг Моле Какие-то Интересные Предложения Интересные Товары И сюда Постоянно Публиковать И То есть Постоянно Активность На этой Страничке Создавать Вот И Соответственно Здесь Есть Такая Панель Управления Панель Администратора Где Вы сможете Видеть Статистику Сколько У вас Было Посетителей Сколько У вас Значит Сколько Люди Нажали Мне Нравится Допустим Я Сейчас Нажму Я Буду Первый Сам Себе Нравится Так В общем То Вот такая Ситуация Значит Что Нужно Сделать В первую Очередь В первую Очередь Конечно Нужно Сюда Вставить Фотографию И Обложку Сделать Давайте Сейчас Это И Сделаем То Есть Мы Добавим Фотографию Профиля Загрузить Какую-то Фотографию Сейчас Мы Какую-нибудь Постараемся Подобрать Ну Неважно Сейчас Любую Допустим Фотографию Мы Сюда Загружаем Так Что-то Не Понравилось Сейчас Какую-то Другую Попробую Просим Какую-то Большую Все Замечательно Значит Я вот Так Это Мы Загрузили Нашу Фотографию Я Рекомендую Если мы Посвятили Все-таки Шопинг Молу То Соответственно Я Сделал Вот Такую Корзиночку Просто В гугле Нашел Забил Такое Слово Как шопинг Или делать Покупки И мне Высветило Такую Корзиночку Я ее Сохранил Эту картинку И сюда Вставил То есть Как бы Дает Понимать Что здесь Делаются Покупки Вот Я просто Сюда Свою Фотографию Сейчас Разместил Следующее Друзья Как сделать Вот Такую Вот Обложку Обложка Это Очень важный Момент Это Как Не знаю Бигборд Вот Все Наверное Замечали В наших Городах И наших Населенных Пунктах Наверняка Есть Такие Бигборды Где Рекламируются Различные Какие-то Опять же Магазины И все Такое Прочее То По сути Вот Эта Обложка Это Наш Бигборд Где Должна Быть Такая Основная Призыв Реклама То есть Продающая Такая Картинка Должна Быть То есть Она Конкретно Должна Понять О чем Эта Страничка И Вот Как Создать Вот Такую Вот Обложку На Билборд Этот На Нашу Страничку Очень Просто Друзья Вы знаете Я Вот Эту Картинку Я Вообще Полный Ноль В Фотошопе Я С Графическими Этим Программами Вообще Не Дружу У меня Вообще Есть Проблема Когда Я Хочу Себе Картинку Сделать Я Не Могу Сделать А Вот Здесь Я Вам Сейчас Покажу Простой Способ Но По крайней Мере Он Для Меня Простой Как Сделать Вот Такую Картинку Эту Эту Картинку Я Сам Сделал Я Сейчас Покажу Как Я Это Сделал Значит Очень Важна Эта Картинка Обратите Внимание Кстати Я Хочу Обратить Внимание Что Здесь Нужен Размер Определен Эта Картинки Я Сейчас Точно Скажу Пикселей Сколько Нужно Сейчас Одну Секундочку Я себе Где-то Выписал То есть Чтобы Можно Было Четкую Точную Картинку Ее Размер Давайте Я Сейчас Сюда Напишу Это Касательно Кстати Можно И Любой Другой Facebook Странички Которую Будете Делать В будущем Придерживайтесь Вот Таких Размеров 851 На 315 Запишите Себя Друзья Этот Размер Это Размер Картинки На Эту Обложку Идем Дальше Как я Сделал Эту Картинку Очень Просто Я На Рабочем Столе Создал Обычный Если У вас Установленный Microsoft Office Я Создал Вот Такой Microsoft Office Мне Помогает Лично Именно В Powerpoint Это Делать То есть Программа Powerpoint Которая Входит В состав Microsoft Office Это Word Excel Да И вот Есть Powerpoint Наверняка Если вы Устанавливали Себе Microsoft Office У вас Эта Программка Должна Быть Powerpoint Значит Как я Это Сделал Давайте Я Сейчас Создам Новый Слайд Создать Слайд Значит Это Пустой Слайд Сейчас Я Вот Эти Штучки Уберу Чтобы Они Не Мешались Пустой Слайд Это Мой Способ Друзья Мне Так Легче В программах Я Работать Не Умею Я Увидел Что Global One На Страничке Global One Сейчас Я вам Покажу Так Сейчас Секундочку Сейчас Мы Global One Найдем И Там Global One Сама Выложила Вот Такую Вот Эмблему Картинку Я Взял Ее С Этой Странички Скачал Сейчас Я Найду Глобал One Компанис Я Сюда Зашел И Здесь На Их Страничке Видите Здесь Вот Такая Картинка Я Взял Ее Просто Вот Так Нажал И Потом Правая Кнопочка Раз И Здесь Такая Функция Сохранить Картинку Как И Можно Так Сохранить Картинку На Рабочий Стол Допустим Сохранить Все Я Скачал Отсюда И Я Таким Образом Увидел Здесь Были Картинки Касательно Эмблемы Глобал One Вернее Шоппинг Мол Вот Шоппинг Мол Смотрите Вот Я Взял Ее Отсюда Раз И Сохранил Картинку Как Вот И Вот Я Скачал Картинку Потом Что Я Сделал Я В Этой Паверпойнте Тут Есть Такая Функция Как Вставка И Здесь Вставить Рисунок Я Этот Рисунок Который Я Скачал Значит Я Сейчас Вот Он Шоппинг Мол Я Его Сюда Вставил Просто То есть Я Скачал Оттуда И Вставил Так Как Я Знаю Что Размер Вот Этого Этой Обложки 851 На 315 Мне Надо Вот Эту Именно Размер Подогнать Нам Нужно Сделать Это Как Продающую Картинку Которая Вот Первая Куда Обращают Нимание Посетителей Наших Страничек Это На Вот Этот Бигборд И Нам Важно Чтобы Там Бигборд Продал Основную Информацию Я Решил Сделать Таким Образом Написать Что Ну То есть Описание Этого Магазина Что Там 5000 Магазинов До 40% Экономия Как Я Это Сделал То есть Вот Я Вставил Эту Картинку А Ниже Я Просто Здесь Есть Вставка Текст Написать Так Надпись Вот И Я Сделал Немножко Отступ Не Прямо Под Этой Самой Потому Что Здесь Вот Эта Вот Картиночка Маленькая Она Тоже Занимает Часть Этого Бигборда Я Я Сделал Это Как Б Пустой И Просто Немножко Отступ Сделал И Вот Здесь Написал Вот Тут Можно Выставить Сейчас Тут Можно Выставить Как Нумерованный Список Да Я Вот Так Вот Сделал Нумерованный Список И Начал Писать Просто Текст До 40% Там Скидки И Все Такое Прочее Следующий Что Написал Следующий Все Как Б Три Такие Основные Пункты И Что Здесь Интересно Здесь Можно Отформатировать К примеру Вот Здесь Есть Такая Кнопочка Формат Вы Можете Сейчас Не Запоминать Друзья Будет Запись А Кстати Я Не Поставил На Запись Если Кто Запишет Я Буду Благодарен Значит Здесь Мы Можем Это Все Сделать Красивенько Здесь Есть Заготовки В Этом Пауэрпойнте Вот Я Могу Любую Из Них Взять И Смотрите Как Изменяется Уже Сам Этот Текст Вот То Я Могу Любую Здесь Взять Таким Образом Сделать Выделить Тут Что Допустим Вот Такое Сделать Какой Нибудь Одним Словом Можно Поэкспериментировать Как Здесь Лучше Вот И Вот Получилась Как Бы Уже Такая Вставочка Да Потом Что Я Сделал Я Взял На Весь Экран Эту Сейчас Так Сейчас Секундочку Значит Вот Картинку Я На Весь Экран Раскрыл Которую Я Подготовил И Потом Делаю Простой Скриншот То есть Фотографирую Эту Как бы Скриншот Нажимаю На Кнопочку А вот Дальше Запускаю Такой Практический Курс Друзья Сейчас Показываю Дальше Запускаю Пейнт Обычный Который У нас Есть Вставляю Эту Сфотографированную Картинку И Дальше Очень Внимательно Друзья Посмотрите Нам Важно Подогнать Размер Как Я Уже Сказал Это 851 На 315 Пикселей Значит Что я Делаю Я Нажимаю На Эту Кнопочку Выделение Сделать И Начинаю Выделять Вот Эту Область И Внизу Друзья Если Вы Обратите Внимание В Левом Нижнем Углу Есть Показано Сколько Вот Этих Пикселей Вот На данный Момент У меня Показывают 845 На 329 И Я Начинаю Подгонять Значит Мне Надо 851 Значит Я Еще Немножко Вправо Даю Так Все Вот 851 Я Поймал Теперь На 315 Немножко Вверх Вот 851 На 315 Вот У меня Размер Я Выделил Потом Я Отсюда Копирую Эту Страничку Выделенный Фрагмент Открываю Новый Как бы Этот Самый Документ И Вот Я Подготовил Уже Свой Этот Обложку Все Я Нажимаю Файл Сохранить Как И Сохраняю Вот Таким Образом Я Подготовил Вот Этот Шапку У меня Это Заняло Как Вы Видите Сейчас Не Более Пяти Минут Это В Powerpoint Очень Хорошая Программка Вот Таким Образом Можно Сделать Вот Такую Симпатичную Картиночку Здесь Все Это Дает Эффект Именно В Powerpoint И Сохраняем Потом Как Текстовые Документы Все И Сюда Потом Закачиваем Значит Вот Что Мы Сейчас И Сделаем Значит Мы Нажимаем Здесь Добавить Обложку Так Загрузить Фотографию Так Куда Я ее Дел Я Уже Не Помню Ну Примерно Вот Так Вот Мы Это Сохранили И В В Чем То Я Пока Не Буду Чтобы Ваше Время Экономить И Вот Так Вот Загрузили Все Вот Вы Уже Оформили Практически Вашу Страничку Сюда Фотографию Загрузили И Сюда Вот Эту Обложку Теперь Что Остается Делать Писать Друзья Да То Есть Мы Здесь Должны Писать Какую Информацию Нашли Что То В Магазине Скопировали Ее Сюда Написали И Обязательно Ссылочку На Ваш Этот Самый На Ваш Магазин На На Регистрацию Вашем Магазине Вот Здесь Друзья Потом Следующее Что Нам Нужно Сделать Когда Мы Создали Эту Страничку Мы Можем Пригласить Всех Своих Друзей На Эту Страничку Мы Можем Нажимать Пригласить 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 И Все Кто У нас Есть Друзья Им Будет Выслано Приглашение Посетить Нашу Страничку То Мы Уже Среди Наших Друзей Которые У нас Есть В Фейсбуке Можем Скажем Так Количество Подписчиков Уже Увеличивать То Тех Людей Которые Здесь Нажмут Мне Нравится Чем Больше Людей Здесь Нажали Мне Нравится Тем Больше У вас Подписчиков Соответственно Все Что Вы Будете Здесь Публиковать Все Ваши Подписчики Смогут Это Увидеть То Если Вы В Какой То Момент Дадите Интересное Такое Предложение С Магазина И Это Увидит Как Можем Больше Людей То Соответственно Больше Будет Посетителей Шоппинг Мол Больше Будет Покупок Больше Будет Объем Вот И Дальше Здесь Можно Посмотреть Уже Потихонечку Настроить Свою Страничку Дальше То Самое Главное Что Сделать Описание Добавить Фотографию Добавить Картинку Писать Здесь Что Постоянно Что Писать Про Шоппинг Про Магазины Про Акции И так Далее Значит И Здесь Есть Редактировать Страницу Сейчас Я хочу Чтобы У нас Это Самое Появилось Описание Потому Что Я Сейчас Не Вижу Ага Вот Здесь Наверное Short Description Сейчас Я скопирую У себя Опять же И Здесь В коротком Описании Обязательно Чтобы Ваша Была Ссылка Чтобы Сразу Здесь Прямо Посетитель Мог Увидеть Ссылку По Которую Он Должен Перейти Чтобы Он Не Искал Долго Где То Вот Здесь Она Сразу Должна Быть Все Мы Здесь Description Короткое Описание Это Все Вставляем Потом Здесь Большое Описание Цель То есть Начинаем Заполнять Вот Эти Поля И Свои Контактные Данные Где Сайт Опять Же Свою Реферальную Ссылку На Магазин Вставляем И Вот У нас Получилось И Сохраняем Все Все Сохранили Теперь Теперь Вот Видите Где Описание У меня Появилось Вот Мое Небольшое Описание С Вот То есть Потихонечку Наполняем Какие-то Фотографии Добавляем Вот Видите Уже Нравится Единичка Наша Задача Увеличивать Количество Людей Которые Нам Нравится Это Вот Создание Страницы Опять же Вы можете Здесь Нажать На Редактировать И Вы Сможете Соответственно Уже Заполнять 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 И Приглашать Ваших Друзей Там И Фейсбук Подсказывает Как можно Трафик На вашу Страничку Направить Чтобы Как можно Больше Количество Людей Увидело Вашу Страничку Теперь Как рекламировать Друзья В фейсбуке Очень интересно Есть такая Функция Как Ну в принципе Группы Да Группы Другие Такие же Странички Мы можем Что сделать Подготовить Специальный Текст Желательно На английском Я Я Подготовил Вот такой Текст Я вам Сейчас Попробую Показать Если я его Конечно Не удалил А вот Да Я его Вот так Вот сделал Скопировал Вот допустим Вот такой Текст Я сейчас Напишу вам Я написал Hello Everyone I do shopping Online And get under Ну короче говоря Привет всем Я делаю Shopping Online Покупаю Online И получаю До 40% Кешбэк Ну там Вау Это круто Более 5000 Самых больших Онлайн Магазинов По всему миру И вы тоже Можете Экономить И зарабатывать И моя ссылка То есть Такая вот Небольшая Реклама Значит Что Можно сделать Куда Эту рекламу Вставлять Я Друзья Сейчас Секундочку Что Можно Сделать Берем Вот здесь Сверху В фейсбуке Есть Поисковая Строка Где можно Искать И мы Здесь По английски Пишем Слово Shopping Shopping И видите Здесь По этому слову Сразу же Выходят Различные Страницы Группы И так далее То есть Можно здесь Смотреть И вот Посмотрите Вот допустим Я вижу Вот моя первая Выскочила Ну видимо Из-за того Что я ее создатель Значит Следующая Вот так и называется Страничка Shopping И здесь И здесь Друзья 184 494 Человека Подписчика На эту Страницу Shopping То есть 184 Тысячи Людей Нажали Что им Нравится Делать Shopping И Это Англоязычная Страничка То есть Это Там Вот эти 184 Тысячи Покупателей Находится Представьте Себе Мы Заходим На этот Shopping То есть Мы Выбрали Вот эту Страничку Нажимаем Заходим И Что мы Здесь Видим То есть Мы Видим Тоже Здесь Какие Сообщения И так Далее То мы Можем Вот сюда Что-либо Написать То есть Я взял Вот этот Текст Небольшой Hello Everyone И так Далее И Нажал Поделиться Все Мое Сообщение В группу Сюда Поступило И Из этих 184 Тысячи Людей Кто-то Несколько Сотен Или даже Тысяч Людей Могут Увидеть Мое Вот это Вот Сообщение Что Я Делаю Шопинг То есть Эта Группа Она По Шопингу То есть В принципе Я тоже По Шопингу Никого В бизнес Я не зову Просто Говорю Вот Шопинг И Вот Моя Ссылка То есть Кто-нибудь Сюда На Нее Нажимает И Переходит Непосредственно Уже Или Делай Шопинг Или На Бизнес Партнеры Регистрируйся Вот Таким образом Я нашел Одну Группу И Продолжаю Дальше Искать Ее То есть Опять Я сюда Шопинг Пишу Ищу Следующую Такую Же Страничку Значит Следующее Что я вижу Здесь 100 604 Человека Могут Аудитория Представьте Друзья 100 Тысяч Людей Могут Увидеть Ваше Объявление Коротенькое Следующее 3 Миллиона 607 217 Человек Аудитория В этой Группе Представляете Друзья Но Единственное Здесь Некоторые Группы Есть Закрытые То есть Туда Нельзя Писать Ничего Мы Не Можем Ничего Записать А есть Вот Такие Открытые Как Типа Я Здесь Нашел 184 Человека Публика И Вот Таким Образом Если Находить 3 5 Такие Группы Даже Если В группе Будет 1000 Человек 2500 5000 5000 Все Это Аудитория Друзья И Если Мы Такие Фразы Небольшие Такие Объявления Будем Бросать Что Мы Делаем Покупки Классно Получаем Кэшбэк Там И Все Такое Прочее И Мы Тогда Сможем Вот Допустим 5 Миллионов Торговый Центр Шоппинг Мол Тоже Можно Заходить И Смотреть Можно Ли Здесь Свою Рекламу Я Смотрю Что Здесь Закрытая Группа Дальше Продолжаю Шоппинг Это Одно Слово Только Шоппинг Можно Написать Я не знаю Там Телефоны Там Это Называется Cellphones Или Телевизоры TV И Очень Огромное Количество Групп По Телевизорам Потом Написать Я не знаю Там Очки Потом Одежда И Все Такое Прочее Можно Вот Взять Наши Категории Которые Представлены В Магазине В Шоппинг Можно Вот Эти Слова Здесь Писать И Находить Сотни Тысяч Таких Групп Где Собраны Десятки Сотни И Миллионы Людей Друзья Если Мы Начинаем Таким Свои Небольшие Объявления Три Пять Не Больше Потому Что Если Мы Будем Много Объявлений Давать Нас Могут Забанить То Если Три Пять В Три Пять Группы Разные Каждый День Тратить Пять Минут И Давать Вот Эту Рекламку Небольшую То Друзья За Месяц Вашу Рекламу Увидит Несколько Десятков Тысяч Людей Как Вы Думаете Если Даже Небольшой Процент Из Этих Кто Увидит Нажмет Кликнет Зарегистрируется И посмотрит Там И Станет Вашим Клиентом То То Хотя Б Небольшой Процент Друзья Если Станет То У вас Уже Будет Десятки Различных Клиентов Которые Будут Покупать И В принципе Ваш Личный Объем Если Вы Хотите Со Всех Пяти Поколений Получать 20% Матчин Бонус Он Будет Выполнен За Неделю А то И за Меньший Срок То 100 Долларов Объем Кто Увидел Там Телевизор А Телевизор Может И Тысячу Долларов Стоить Он Раз Купил Вам Этот Объем Идет За Тысячу Долларов Вы Получили 5000 Пойнтов То есть Понимаете Да Вот такая Простая Работа Зайти В Фейсбук Написать Какое-то Слово Категорию Найти Несколько Групп И Мы Соответственно Начинаем Что Привлекать Аудиторию С этих Групп Но Немного Еще раз Повторю Чтоб Нас Не Забанили Три Или Пять Так Вот Немного В день Но Если Это Делать Каждый День Мы Постоянно Будем Затрагивать Нашу Аудиторию Следующий Способ Друзья Это Один Способ Следующий Способ Это Я вам Сейчас Покажу Сейчас Буквально Еще Немножко Вашего Внимания Значит Вот Я Создал Свою Страничку Да Вот Место Выгодных Покупок Можно Здесь Еще По-английски Как-то И Тут Несколько Уже Можно Постов Написать Как Можно Сделать Смотрите Можно Сейчас Секундочку Где-то Здесь Есть Кнопочка Чтобы Мы Как бы Мы Сейчас Находимся Под Своим Именем Как бы Фейсбуке А мы Можем Переключить Чтобы Мы Публиковали Что-то От имени Этой Страницы Сейчас Я Попробую Где-то Найти Сейчас Сейчас Друзья Одну Секунду Так Вы Публикуете Комментируете Change Тут Нет Это Не То Секунду 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 А Вот Смотрите Вот Где у нас Панель Администратора Где мы Редактировать Страницу Нажимаем Внизу Такая Надпись Использовать Фейсбук Как Как Вот Название Нашей страницы Как место Выгодных Покупок Я нажимаю Сюда И теперь Вы видите Что сверху Здесь Ну здесь Мелко Правда Но теперь Я От имени Этой Страницы Могу Что-либо Публиковать Что я делаю Теперь Я иду Опять же Мы на своей Страничке Можем Какие-то Вот такие Англоязычные Рекламу Давать На своей Страничке Для чего Это делается Чтобы Допустим Опять же Я пишу Здесь Шоппинг Шоппинг И нахожу Страница Опять же По шоппингу Допустим Вот где 3 миллиона 607 тысяч 245 людей Вот я сюда Захожу Здесь Закрытое Так Ну допустим Не это Здесь Что-то Все закрыто Но здесь В принципе Похожие страницы Вот написано Видимо Это закрытое Какая-то страничка Так Мы сейчас Найдем Где Несколько Сейчас Вернемся В другую Какую-нибудь Группу Зайдем Так Шоппинг Вот какой-то Шоппинг Здесь 1 миллион 899 тысяч Читателей Вот Супер Вот видите Какой-то Бренд Вот Видимо Одежду Рекламируют Видите Как здесь Оформлена Страничка Обратите Внимание Кстати Вот здесь Логотип И здесь Как бы Вывеска Бигборд То есть То, что Конкретно Продается Если мы Свою Личную Страничку О себе Значит Здесь Нужно Я сам Еще поработаю У себя Здесь Нужно Такую Страничку Чтобы она Вас Продавала То есть Вы можете Написать Интернет Предприниматель Тут Где-нибудь Ваша Фотография Тут Надпись Интернет Предприниматель Эксперт Там Чего-то По социальным Сетям Или Эксперт По созданию Больших Групп Или Больших Оборотов Там И так Далее То есть Когда человек Заходит На вашу Страничку Он Видит И Эта Картинка Вас Продает Как Эксперта Как Лидера Как Успешного Предпринимателя Но Вот здесь Обратите Внимание Тоже Здесь Такое Сделано И Теперь Что Мы Можем Сделать Так Как Я Сейчас От Имени Своей Созданной Страницы Выступаю В Фейсбуке Что Я Могу Сделать Я Могу Здесь Друзья Написать Комментарий То есть Я Могу Здесь Что Что Написать Допустим В данном Случай По Английски Можете Какую-то Фразу Написать И Через Гугл Переводчик Перевести И Классная Обувь А Я Покупаю I Buy I Buy With 10% Кэшбэк Допустим Кэшбэк Вот Такой Комментарий Раз И Отправить Вот Я Его Сюда Отправил Видите Я Как Место Выгодных Покупок Пишу И Соответственно Заметьте Здесь 1,8 Миллиона Публика Аудитория Кто-то Увидит Мой Комментарий Как же Я покупаю С 10% Кэшбэком Что они Сделают Друзья Если человек Заинтересуется Моим Комментарием Что он Сделает Он Нажмет На меня Он Нажмет И Перейдет На мою Страничку И Что он Здесь Увидит Мою Рекламу Мою Ссылку Реферальную То есть Это еще Один Способ Привлечения Первое Мы просто Даем рекламу Объявления В группу А можем Посидеть И просто Комментировать Друзья И мы создаем Трафик На нашу Страничку Во-первых Больше людей Будет нас Лайкать То есть Подписчиков Мы будем Набирать И больше людей Кликать на Вашу ссылку Реферальную И будут Регистрироваться Как ваши Покупатели Это бесплатные Методы Друзья Работы Вот Что я хотел Вам сказать Есть еще И платные Методы Но мы Пока К ним Не будем Затрагивать Мы можем Дать рекламу Платную В том же Фейсбуке Там Тот же Яндекс Директ Воспользоваться Но это Мы чуть позже Сейчас Самое главное Вот такие Странички Сделать Друзья И Оформить Ее Вот эту Обложку Картинку Описание Странички Свои Начать Здесь Публиковать Практически Каждый День То есть Какая здесь Работа Нас ждет Здесь Что-то Опубликовали То есть Зашли В шопинг Молл Нашли Какое-то Интересное Предложение Здесь Его Опубликовали Подготовили Какое-то Краткое Рекламное Объявление Нашли Несколько Групп По разным Категориям Такое Объявление 3-5 В 3-5 Группы Дали Объявление Зашли В такие Большие Группы Где Сотни Тысяч Уже Покупателей Сидят И ждут Вашего Предложения Значит Что-то Начинаем Комментировать Статусы Без Реферальной Ссылки Друзья Иначе Забанят Просто Обычные Текстовые Комментарии Но нужно Так Чтобы Это Заинтересовало Этих Посетителей Той страницы То есть Берите По-русски Пишите Переводите И туда Бросайте Уже Английский Вариант И все Тем самым Вы будете Привлекать Трафик На свою Страницу Она будет В системах Так как Трафик Идет На вашу Личную Страничку И Таким Образом Вы будете Продвигать Друзья Шопинг Мол И Делать Объемы Если мы Будем Так Вместе Делать Вы Сами Видели Какие Сейчас Здесь Аудитории Миллионы Людей Друзья Делают Шопинг В Фейсбуке Онлайн И где Угодно Мы Можем Трафик Покупателей Направить Шопинг Мол И Зарабатывать На этом Окей У меня Все Было Ли Что Нибудь Понятно Друзья Дайте Ваш Комментарий Вопросы Возможно Возникли По Любой Теме Которую Мы Сегодня Затронули Пожалуйста По Русски То же Самое Друзья Можно Делать И По Русски То Я Почему Именно Англоязычный Население Выбрал Потому Что Там Уже Покупают Там Для них Эти магазины Есть Они Англоязычные Вот Мы С вами Сделаем Мы С вами Выберем Несколько Таких Очень Удачных Для наших Стран Магазинов Там С доставкой Доступной Или Бесплатной Или Что-то В этом Роде И Будем Учиться На нашей Территории Все это Продвигать То же Самое Я Тоже Вас Друзья Благодарю Вот Таким же Способом В принципе Можно Рекламировать И искать Бизнес Партнеров То есть Вы Берете В поисковой Строке Пишите Там Бизнес Там MLM Там И все Такое Прочее Можете Таким Образом Комментировать Привлекать Трафик На свою Страничку Давать Небольшие Рекламные Сообщения И искать Бизнес Партнеров Только Много Друзья Рекламных Сообщений Нельзя Делать В фейсбуке Иначе Забанят И вы Потеряете Свою Страницу Потому Что Фейсбук Сейчас Очень Строго Делает Это Так Будет Ли запись Лариса Я не Знаю Если Кто-то Записал Наверняка Будет Жанна Да Кстати Мы с тобой Жанна Обсуждали Этот момент Но Этот момент Я сейчас Только Сказал По поводу Комментариев Привлекать Уже Готовых Покупателей На свою Страничку В шоппинг Мол Так Как заказать Альбина Глобал Пэй Тим Это Насколько Знаю Это Как раз Вот эта Система Которую Наш Американский Партнер Нам Предлагает Для Рекрутинга Так Много Для одного Раза Константин Да Понимаю Будем Повторять 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 Фейсбук Это Очень Мощная Платформа Где Мы Можем Продвигать Наш Магазин Очень Мощная Платформа Очень Много Покупателей Которые Готовы Прямо Сейчас Купить Дайте Только Сегодня Рекламу Вашу И вы Увидите Что К вам Заходят Посетители В нашу Страну Доставка Дороже В 4 В 4 Невыгодно Сами Покупать Нина Я видел С бесплатной Доставкой Я могу Сейчас Зайти В шопинг Мол Выбрать Товар И мне Его Если Кто Зарегился В каком Перейти Потом В партнер Удалить Прежний Аккаунт Нет Семен О Кстати Семен Очень Правильный Вопрос Сейчас Задал Как Сделать Так Чтобы Мы Друзья Правильную Регистрацию В шопинг Мол Сделали Значит У каждого Из нас Есть Реферальная Ссылка Она Выглядит Следующим Образом Сейчас Я Дам Ее В чат Я Просто Для Образа Ее Дам Я Вот Сейчас Свой Логин В конце Вытру А Напишу Просто По Английски Логин Значит Вот Такая Ссылка Формат Ее Для Всех Одинаковый Только В конце Вместо Слова Логин Вы Прописываете Свой Юзер Нейм В Глобал Ван То Есть При Входе В Бэк Офис Вот Какой Ссылка Потом Вы Переходите На Вашу Реферальную Ссылку И Регистрируйтесь У себя Как Покупатель То Есть Вы По Своей Ссылке Как Б Регистрируйтесь И Становитесь Покупателем В магазине И Тогда Под Этой Регистрацией Как Правило Там Если Вы Уже Делали Регистрацию Нужно Изменить Только Свою Почту То Вы Новую Почту Указываете И Просто В магазине Регистрации Как И Я Сам Но Если Мы Будем Под Этими Аккаунтами Покупать То Нам В объем Это Не Засчитается Только По Своей Реферальной Ссылке Зайдите И Зарегистрируйтесь Как Покупатель Тогда Вы Будете Сами У Себя Тогда Вам Все Это Пойдет В Объем Значит По Поводу Россия Украина Мы Еще По Шопинг Молу Отдельные Будем Собираться Друзья Делать Конференции Смотреть Какие Магазины Мы Можем Использовать Я По Крайней Мере Уже Около Десятка Магазинов Точно Для Себя Приметил Где Либо Дешевая Доставка Либо Вообще Бесплатная Где Можно Покупать Хорошие Вещи От Техники От Мобильных Телефонов До Витаминов Одежды И Всего Такого Прочее Там Это Все Можно Уже Смотреть И Покупать В России Нина По Вашему Вопросу Есть Магазины Которые Работают По Всему Миру И Доставляют В Любую Точку Земного Шара По Нормальным Доставкам Есть Конечно И Дорогие Доставки Это Надо Смотреть Подбирать Чуть Позже Через Какое Время Будут Подготовлены Где то Магазинов Наиболее Интересных И По Ним Подробные Инструкции Как Что Делать Куда На Что Нажимать Чтобы Делать В Них Покупки То есть Это Мы Подготовим Сделаем На Сайте Все Выложим Поэтому Таким Образом Так Не Поняла Как Нажав Мне Нравится Перейти Создать Страницу Поясните Еще Раз Так Как Как Создать Страницу Друзья Сейчас Я вам Дам Одну Секунду Так Сейчас Секунду 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 Ссылку Вот По этой Ссылке Попробуйте Сейчас Нажать И Вы Создадите Страничку facebook.com Slash pages Slash create.php Вот По этой Ссылке Вы можете Создать Собственную Страничку Можете Сейчас Скопировать Сюда И Собственно Сохранить Своим Партнерам Передать Вот Чтобы Они Уже Тоже По этой Ссылке Создавали Странички Facebook Блокирует Рефссылки Да Друзья Блокирует Поэтому Слишком Сильно Рекламные Сообщения Нельзя Разбрасывать Иначе Заблокируют Используйте 3-5 Рекламных Сообщения В день На Разные Странички И Привлекайте Комментируя Различные Там Посты Популярных Таких Группах Где Миллионы Покупателей Сидят Миллионы Друзья Окей Если Вопросов Нет Мы Можем Заканчивать Будем Не раз Еще Проводить Такое Такие Мероприятия Будем Делиться Опытом Как У кого Получается Привлекать Клиентов В магазин Всего Доброго Тогда Друзья Желаю Прекрасного Настроения Сегодняшний Вечер Встретимся Завтра Завтра У нас В 19 По Москве Презентация Приходите И привлекайте Клиентов И бизнес Партнером Будем Делать Бизнес Уже На Потреблении То есть Сейчас Мы Плавненько Перешли На Товарообороты Друзья Сейчас Для нас Важно Делать Покупки И Привлекать Клиентов